Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Спасибо за то, что вы снова со мной. Как видите, точнее слышите, я всё ещё вещаю, а это значит, что мне стало немного лучше. Я ещё, конечно, не полностью оправился, но надеюсь, что завтра уже буду огурчиком. По крайней мере, я на это рассчитываю. Я всегда мыслю позитивно. А вообще, этот отдых я запомню навсегда. Честно говоря, у меня такого никогда ещё не было. Ну ладно, как говорится, с каждым бывает всё впервые. У меня сегодня день просто чудесный. Но мало того, что вы знаете, что я приболел, просыпаюсь я от того, что очень холодно. Пробую батареи, а не холодные. Думаю, да что происходит? Звоню уточнить и говорят, что сейчас что-то там будут решать, что-то с котлом, не знаю. Думаю, ладно, пойду в душ схожу. Захожу в душ, воды нет. Думаю, класс. Звоню и говорю, а что с водой-то? В общем, что-то происходит во всём городке, поэтому как бы это не их проблема. Они не знают, когда её включат. Я думаю, ну замечательно, отопление нет, воды нет. Я заболел, думаю, что может быть ещё прекраснее. Потом мой интернет пропал, думаю, ах, класс, то пусть уже и свет отключат. И вообще что-то вообще, пусть уже меня выгоняют на улицу. Я уже так вообще в лесу где-то буду жить. Мне это всё, знаете, вспомнилась история. В отеле у нас был такой гость, с которым постоянно что-то происходило. Я не знаю, как бы мы не подготавливали для него номер, всегда что-то у него происходило. То зеркало упадёт, то кровать сломается, то ещё что-то, то какой-то использованный презерватив он найдёт под кроватью. Хотя все пересматривали, 28 человек уже проверили, номер не было. Где это всё происходит? Ну не знаю, вот бывают такие люди, которые притягивают такую вот, знаете, неудачу. Думаю, господи, неужели это со мной происходит? Может быть, это всё проделки. А за бедро со мной, Инна Тлеяшинова и Елены Блиновской, может, они там колдуют, мне куклу воду лепят. Но это я всё прикалываюсь. На самом деле, я к этому отношусь вообще никак. Это чисто совпадение. И не более того, я в это всё не верю. Хотя, возможно, многие сейчас мне напишут, что это не случайность. Ещё раз говорю, это обычная случайность. Сейчас многие болеют, ничего в этом удивительного нет. Я, конечно, не хотел этого, но слушать, я тоже живой человек. И вот такое со мной тоже произошло. Ничего страшного. Самое главное, это что? Чистый воздух, который я не слышу. И красивый вид из окна. Ну и, конечно, вы, ваша поддержка. Это самое дорогое и ценное. Как вы заметили, я практически не появляюсь в интернете, потому что, ну, просто не до этого. Не подумайте, что я там зазвездился, зазнался, ещё что-то нет. Потому что просто состояние такое, что не до телефона. Ну и решил сегодня зайти, почитать, что вы там пишите. Открываю, значит, я комментарий. Самый первый попадается вот этот вот, чтобы вы потом мне не говорили, что я там что-то придумываю. Вы не видите комментариев, которые там плохие. И вот, значит, читаю. Вы меня раздражаете, меня не интересует ваша жизнь. Приходится выслушивать байки о вас. Слушайте, Ирина, так вас звать. Ну зачем же так раздражаться? Есть же два прекрасных способа. Во-первых, я уже тысячу раз говорил, есть тайм-коды. Если вы не знаете, что это, ну, я ничем помочь не могу. Ну, я уже сто раз об этом повторял. Ну и потом, если так сильно вас-то всё раздражает, я могу вас, как, знаете, как по методу Блиновской, исцелить лёгким движением руки. Сейчас просто заблокирую, и всё, и раздражение как рукой снимет. Ну вот серьёзно, когда я читаю такие комментарии, хочется кричать. Ну серьёзно, товарищи, ну неужели вы настолько глупы, что не можете понять, что под каждым видео есть тайм-коды? Ну сколько это будет происходить? Нет, они раздражаются, и приходится им слушать байки. Во-первых, это не байки, это моя жизнь. Господи, ух и люди, ух и люди, какие злые. Будьте добрее, поздравляю всех с окончанием очередной недели. Впереди выходные, скорее всего, что я уже ничего снимать не буду. Хочу просто отдохнуть от всего, прийти в себя. Но это ещё не точно, я такой, знаете, трудоголик. Мне скучно просто лежать, вот это смотрю в окно, и всё. У меня тут даже, чтобы вы понимали, телевизор есть, который просто для интерьера. Он не работает. Вот такой вот сервис по-украински. Это лучший отдых в моей жизни. Ну ничего страшного. Я увидел, посмотрел, сделал выводы. Больше не поеду. Надеюсь, у вас всё замечательно. В общем, всем желаю впереди прекрасных выходных. Никому не болеть. А если вы вдруг, как и я, слегли, не дай бог, то скорее давайте выздоравливать, давайте друг друга будем поддерживать, и всё у нас будет замечательно. Ну а теперь переходим к самим новостям. Я всем желаю приятного просмотра. Ну и, конечно, не забывайте подписываться, ставить лайки. В последнее время как-то очень мало стало лайков, комментариев, наверное, из-за того, что я не отвечаю. Но я вам объяснил бы, какой причине. Я не отвечаю, потому что просто не до комментариев. Но, как видите, продолжаю вас радовать ежедневными выпусками. Поэтому ваш палец вверх. Это будет очень кстати мне поддержкой не только видео, а и меня лично. Ну и, конечно, хорошие пожелания, чтобы я тоже поправился. Это будет приятно. А это вообще нормально такое говорить? Нормальный, господи. Можешь с вами обычные нормальные люди. Когда человек болеет, ему хочется, чтобы его поддержали. Все. Переходим к новостям. Погнали. В Украине произошел очень громкий скандал. Я знаю, что вы не любите про политику. В общем, слушайте. Я не мог пройти мимо, поскольку я все-таки живу в Украине, понимаю все, что происходит. Я так чисто хочу объяснить, что вообще происходит. Значит, скандальное заявление, с которым ведущая украинская Снежана Егорова выступила на днях, шокировала всех. У себя на странице в Фейсбуке Снежана Егорова публично поддержала политику президента Путина и заявила, что украинцам следует очистить мозг от темной стороны сознания. Ну, естественно, после этого заявления ей прилетело много всего, абсолютно заслуженно. Я понимаю, что каждый человек вправе поддерживать кого угодно и верить в все, что угодно. Но зная то, что происходит сейчас, это нужно быть каким глупым человеком, чтобы такое публично заявлять. Ну, в общем. Кстати, она не живет в Украине, живет она сама в Турции. И давно она, я так понимаю, уже ничего не ведет. Сбитый летчик, который решила таким способом, видимо, о себе напомнить. Но я думаю, не очень удачный способ был. В общем, многие публичные люди, не публичные ей рассказали, куда ей пойти. И самое ужасное, что она подставила своих детей, у нее их много. И вот дочь той самой скандальной ведущей Снежаны Егоровой, 29-летняя Стасия Равинская, отреагировала на заявление мамы. И вот что она написала. К сожалению, я должна сделать заявление относительно моей мамы, Снежаны Егоровой. Откровенно говоря, мне больно и неприятно это писать, но я должна, потому что это касается не только меня, а в первую очередь моей семьи. А именно моих детей, моего мужа, а также близких нам людей, друзей и коллег. Многие знают, что я не общаюсь с ней уже больше года. На это есть много причин. Некоторые касаются только нас. Я не хотела бы их выносить на публику. Но в частности, из-за разных мировоззрений и кардинально противоположную гражданскую позицию. Честно говоря, очень жалею, что когда-то давно зарегистрировала ее в соцсетях, потому что сейчас мы даже здесь не дружим и не держим связь. И об ужасных заявлениях от нее я, как и все, узнаю либо из новостей, либо из сообщений знакомых. В общем, как вы понимаете, мама творит чудеса, живя в Турции, а дочь здесь пытается просить прощения за нее. Это ужасно, честно. Я понимаю, что каждый имеет право на свое мнение, но не в этом случае. Нет. Извините. Нет, Снежана. У вас явно с головой не в порядке, вам нужно обратиться за помощью. Таким способом хайп нет. Это уже слишком. Не могу выставить эти фотографии. Наталья Синдеева и еще одна актриса Филиппин Леруа Болье. Это та самая дама, которая играла одну из главных ролей в сериале «Эмили в Париже». Она была там директором, назовем это так. В общем, буквально недавно сначала эта француженка появилась на какой-то презентации. Следом за ней Наталья Синдеева без бюстгальтера, назовем это так. Ну, как бы так и есть. И многие сейчас об этом пишут. Но я что хотел сказать? Тут как бы я не хочу ничего обсуждать. Я у вас хочу спросить, дамы. Как вы считаете, нормально это вообще вот ходить женщинам без бюстгальтера? Ну, когда это очень даже открыто видно. Многие их осудили, сказали, что это не годится. И Ксения Собчак, что вы повыставляли свою грудь, которая обвисла уже. Ну, не знаю. Мне кажется, что в сегодняшних реалиях это абсолютно нормально. Я, честно признаюсь, от Натальи Синдеевой такого не ожидал. Но осуждать точно никого не стану. Это их дело. Их тело, их дело. Если они так и захотели, почему нет? А я жду ваших комментариев. Хочу вас послушать. Я уже говорил по поводу Максима Галкина. Это тот человек, который, конечно, живет такой загадочной двойной жизнью, но не суть. Но в целом он достаточно приятный человек. Для меня не вызывает у меня никакого негатива. И вы знаете, когда я вижу такие ролики, когда человек, в отличие от огромного количества людей из шоу-бизнеса, которые лицемерно демонстрируют у себя в инстаграмах. Такой здоровый образ жизни. Макс все время ем пельмени. Вот, пожалуйста, видео с утра. Какое здоровое питание? С самого утра сейчас пельмешек задело. Вот это я понимаю, человек по-настоящему все пока. А то, знаете, послушаешь, что Анну Семеновича и всех остальных, они питаются одной травкой, а несет их, я не пойму, от чего, от воздуха, что ли. Никто не пьет, никто ничего не употребляет. В общем, один Максим Галкин только ест пельмени, а все остальные травушку-муравушку. Сидит со стороны очень так по-человечески, ближе к народу. Павел Мамаев женился на своей возлюбленной Надежде Санько. В общем, кадры вот в церемонии этого бракосочетания по-другому не назову. Я думаю, что это все будет недолго, знаете, и Надежда Санько, конечно, потом еще поплачет от этого Павла. И это вот тот случай, когда, знаете, наивные дамы многие думают, что со мной так не будет. Нет, уверяю вас, если мужик-козел, ой, простите, что я так говорю, но он будет так делать со всеми без исключений. Поэтому это лишь вопрос времени. Если вы со мной не согласны, жду ваших комментариев. Ну и сейчас, если вдруг кто-то забыл поставить палец вверх, лайк, сердечко, самое время это сделать. И да, мои уважаемые зрители, которые меня смотрят без подписки, я не знаю, чего вы еще ждете. Поддержите меня и подпишитесь. Ваши подписки очень важны. Я жду вас здесь. Три человека-паука оказывается снова могут появиться в одном фильме. Еще перед премьерой «Нет пути домой» глава Марвел сообщил, что Человек-паук 4 обязательно появится на экранах. На днях источники, близкие к Марвел и Сони, сообщили, что руководство компании рассматривает вариант еще раз задействовать трех пауков в следующем фильме. При этом предлагается посвятить им весь хронометраж. Ранее фанаты просили Марвел снять третий фильм о Человеке-пауке с участием Эндрю Гарфилда. Я не особо поклонник Человека-паука, но я думаю для тех, кто обожает их, это будет замечательная новость. Компания Apple признана самым дорогим брендом в мире. Стоимость компании оценивается в 355 миллиардов долларов. На втором месте только идет Amazon 350 миллиардов долларов и только на третьем месте Google 263. Вот это я, конечно, удивился. Я думал, что Google если не первый, то второй. Но нет. Так что Apple теперь у нас лидер. Но я не удивлен вообще. А Вера Брежнева решила пошутить. Кстати, о Вере Брежневой совсем забыл сказать. У меня тут сегодня еще помимо всех происшествий в номере и все, что происходит у меня в жизни, интересно еще произошла неприятная ситуация. Значит, три видео, сразу три, с участием Константина Меладзе и Веры Брежневой. Те ролики, которые я делал такое, скажем, расследование про всю историю, что там происходило, про Меладзе, его жен и так далее. В один момент заблокировали, в общем, три видео с Верой Брежневой. Авторские права, представляете? Смотрит, что ли, меня? Ну, давай, Вер. Давай, авторские права, серьезно? Я могу о тебе говорить, поставлю черный квадрат и все равно скажу все, что я тебе думаю. Так вот, она выкладывает у себя в Инстаграме вот это вот величие. Вот что она пишет. Помните, как в детстве мы хотели быть похожими на Бритни Спирс и Леонардо Ди Каприо? Так вот, мы стали чуть ближе к своей цели. Я, конечно, прошу прощения, Вера Брежнева, но вы никогда не станете ближе ни к Бритни Спирс, ни к Леонардо Ди Каприо. Как бы они не выглядели, как бы они не менялись. Это люди, гении, таланты, которые достигли действительно своим трудом, а вы просто вовремя подсуетились и нашли себе нужного маэстро. Ну и раз уже говорим про Бритни Спирс, у нее тут накопилось много историй из прошлого. Например, во время серии шоу в Лас-Вегасе семья запрещала ей выходить из отеля посещать спа, пить кофе и даже чай, не говоря уже о шампанском. А на концертах Бритни зачем-то должна была танцевать сразу в двух парах утягивающих телесных колготок. Вот так вот, как вы понимаете, издевались над ней родственники. Ну и Бритни Спирс, как это, знаете, был такой фильм, когда так назывался жажда мести. Вот мне кажется, Бритни Спирс сейчас будет делать все для того, чтобы отомстить своим родственникам. Я ее понимаю, честно, но я бы на ее месте просто простил бы и отпустил бы и жил бы для себя счастливой жизнью. А про них забыл бы навсегда, хотя это сложно, я понимаю. Максим Фадеев вдруг сделал неожиданное заявление. Он считает, что Ольга Бузова является жертвой обмана зарабатывающих на ней людей. Музыкальный продюсер заявил, что никогда не будет осуждать Бузову, которая пытается зарабатывать деньги любым способом. Фадеев также считает, что винить стоит тех людей, которые толкают Бузову на разные странные поступки и публично легализирует ее как певицу и актрису. Более того, Фадеев уверен, что и сама Ольга является жертвой обмана людей, которые на ней зарабатывают деньги. По мнению Максима Фадеева, продюсеры специально внушают ей, что у нее хорошо получается петь. В свою очередь, Фадеев считает, что Бузова находится не в своей профессии. Я с ним как никогда соглашусь. Я тоже думаю, что Оля, видимо, настолько поверила во все, что происходит, что даже верит в то, что она поет. Появилось видео с Мариной Хлебниковой, снятой скрытой камерой. Значит, журналисты издания «Известия» или канал «Известия», я не знаю, публиковали ролик, на котором певица показывает последствия от пожара, в общем, в своей квартире. Но самое главное, им удалось заснять Марину Хлебникову. И к моему удивлению, я, если честно, ничего не увидел. Всего того, что описывали в СМИ, в передачах. По их описанию, так вообще там живого места на ней не осталось. Но глядя на это видео, я понимаю, что я не вижу вообще никаких ожогов. По крайней мере, на лице. И слава богу, это, наверное, неплохо. Не знаю теперь, что и думать, честно говоря. В общем, вот такая странная история. Сами можете посмотреть и сделать свои выводы. Кстати, я посмотрел новый клип группы «Артик и Асти». Очень даже неплохо в стиле этой группы. Но самое главное, чему я удивился, что новая солистка зачем-то выступает под фонограмму с голосом Асти. Я, к сожалению, не могу по понятным причинам включить вам и послушать. Но вот на вот этом кусочке, я переслушал несколько раз, там реально играет фонограмма Асти, Анны Дзюбы. Это очень странно. Вот этого я не понял. Вдова Александра Градского прервала молчание, впервые заговорила после кончины мужа и ограбления. По словам Марины Каташенко, ни о какой войне за нацеледство речи не идет. Сейчас все родственники Градского пытаются вместе разобраться в истории с ограблением и помочь следствию. Но так она заявила, но я почему-то в это все не верю. Давайте вспомним ту передачу Андрея Малахова, где все эти родственники, как они только не склоняли, какими падежами эту Марину Каташенко. Я понимаю, что Марина просто хочет быть таким хорошим дипломатом и не накалять обстановку, но я думаю, родственники ее, мягко говоря, недолюбливают, назовем это так, если вообще ее не желают посадить или еще что-нибудь с ней сделать. Ну что, друзья, к сожалению, это произошло. И это я сейчас говорю про интервью Инны Тлеошиновой на канале Алены Блин. Если кто-то посмотрел, можете написать, как вам это все было. Я еле выдержал, честно, и то до конца не посмотрел, с перемоткой это невыносимо было. Вот честно, что это было? Вот такой вопрос у меня был после просмотра этого непонятного спича от этой госпожи. Что она там несла? Целительница, мастера сбора, господи. Нет никаких конкретных ответов на конкретные вопросы. Все время куда-то уводят в сторону. А Алена ей про велосипед, она ей промет. И так все интервью. Я пытался как-то все сказанное сложить в один логический пазл, но у меня так ничего, к сожалению, не вышло. Набор слов, сплошная вода, причем такая, знаете, мутная, словно из болота, вот честно, еще и подванивала, даже через экран. Оскорбляла Алену, послала ее там на три веселых буквы. Она, видимо, вдохновилась в чем. Я не знаю, это все было по-настоящему или они так договорились заранее. Я понятия не имею, но по крайней мере со стороны это выглядело все мягко говоря не очень. Очень достаточно все было скучно. Вот даже Блиновская она хоть какие-то эмоции вызывала у многих людей. Она, по крайней мере, хоть раздражала. А Аина вообще вот никак, вот честно, вот вообще никак. Для меня вся эта так называемая академия ее самая банальная, что не есть секта и точка. Для меня это секта, вот серьезно, я не буду менять свое мнение. Если вы со мной не согласны, пишите. Секты всегда, к сожалению, были, есть и будут. Просто в 21 веке сейчас это модно называть академией разборов. А по факту это самая типичная секта, в которой из людей выкачивают деньги, впаривают им какую-то ерунду, засоряют их разум и без того нечисты. Понимаете, адекватный же человек, я считаю, по крайней мере, не хочу никого обидеть, но мне кажется, что здравомыслящий человек не пойдет на всю вот эту ерунду. У всех этих марафонисток, я, кстати, заметил, одна черта на всех общая. Они считают себя какими-то уникальными. А чего стоит ее фраза, заявление? Значит, слушайте внимательно, только присядьте. Я первый человек на планете Земля, которая людям дала свободу. Вы слышите вообще? Этот человек на полном серьезе это заявляет. Она всем нам дала свободу. Какую, я только не понял. Мне кажется, вы знаете, после этого хочется кричать «Зовите санитаров». Человеку явно плохо. Ну и на минуточку миллион рублей дама берет сбор. Это просто какое-то безумие. Я уже говорю, половину интервью я просто перемотал, потому что очень скучно было. Вот правда, не за что там зацепиться. Человеке про одно спрашивает, а она там что-то свое заранее подготовленное льет и льет, льет и льет. Никакой конкретики, какую-то чушь несет. А если посмотреть все эти видео с ее так называемых лекций или что это, сеансы, психоза какого-то, это реальная секта, где люди сошли с ума, честно. И вообще не понимаю, куда смотрит прокуратура. У меня вот один вопрос. Почему это все не запрещается на законодательном уровне? Люди, откровенно говоря, грабят других людей и всем плевать. Как будто так и надо. Я вообще не могу понять, кто за ними всеми стоит. Как вы думаете? Вот она научила одну известную актрису Макеева, да, как вы знаете. И что она сейчас творит? Это жесть. Даже не хочу ничего больше говорить. Их сажать нужно за это. Ужас и позор. Не ходите к этим целительницам. Это все бред сумасшедшего. Кто смотрел это интервью, делите своими комментариями. Возможно, у вас иная точка зрения. Возможно, кто-то проходил этот курс. Можете поделиться с нами, как у вас все поменялось в жизни. Я уже говорил, еще раз говорю. Самое обычное, простое правило. Хочешь изменить свою жизнь к лучшему, берешь, меняешь ее. Только ты. Никакие курсы, никакие исполнительницы, желания никак на это не могут повлиять. Хочешь полететь в Доминикану, ты должен понимать, сколько это стоит, а к тебе нужно поработать. Если ты не хочешь на эту поездку зарабатывать 3 года, нужно поменять профессию или найти вторую работу. В общем, найти папика, шмапика. Вариантов куча. Взять ипотеку, как у меня есть подруга, которая, чтобы вы понимали, она набрала кредитов на отдых. Я думаю, у подружка у меня разлеталась. Я говорю, ты что, замуж удачно вышла? Откуда такие, извини за нескромный вопрос, деньжища? Ты же летаешь на такие дорогие курорты? Нет, говорит, я кредиты брала. Я говорю, серьезно, ты в кредиты летаешь? Она говорит, да. Я говорю, ну ты отважная. Теперь у нее долго там процентов набежало. Я даже боюсь произносить слух эту сумму. Скрывается это всех. Но знаете, не самый лучший вариант. Поэтому кредиты не берите. Это еще отсылочка к Розе Сабитовой, которую я тут недавно рассказывала. Берите кредиты, покупайте все, тратьте. Не думайте ни о чем, просто берите кредиты. Жесть. Вся наша жизнь с вами только в наших руках, а не в руках этих сумасшедших чародеек. Яна Рудковская и Евгений Плющенко собираются ставить младшего сына на коньки. Кто бы сомневался. Гном Гномыч у нас тут собираются стать олимпийским чемпионом. Дай бог, чтобы у него все получилось. Но если вдруг что не так, то вот есть, как говорится, подрастающее поколение. Поэтому с двух лет второго сына они решили также поставить на коньки. Это было предсказуемо. Маколый Калкин женится. Он и его девушка Брэнда Сонг решили таки скрепить отношения узами брака. И это спустя 9 месяцев после рождения общего ребенка. Первыми о помолвке узнали, конечно, фотографы, которые заметили на пальце Брэнда колечко с внушительным бриллиантом. Сами влюбленные стараются не афишировать свои отношения, тем более, что за плечами актера уже есть неудачный опыт. Он был женат на однокласснице, с которой развелся более 20 лет назад. Но надеюсь, в этот раз все будет по-другому. Все-таки уже парень взрослый, уже дядька. Ну и, кстати, раз уже мы говорим про волшебниц, значит, главная волшебница Елена Блиновская решила переплюнуть саму себя. И теперь она продает сториз в инстаграме, внимание, в своем инстаграме, по 10 тысяч рублей за сториз. Это вообще что и как. Поняли, да? То есть, женщина совсем кукухой тронулась. Точнее, как она тронулась? Тронулись те люди, которые будут покупать и платить. А обязательно найдутся, к сожалению. Но я еще раз вам повторяю, Друзья, не ведитесь на этот весь бред. Все, что вы делаете, это только помогаете обогащаться всем этим чародейкам за ваш счет. И вся эта красивая жизнь благодаря вашим деньгам. Вот и все. Успешный бизнесмен никогда не будет показывать свою жизнь. Кричать, какая вот, посмотрите. Чем больше человек пытается демонстрировать, особенно в соцсетях, свою красивую жизнь, сразу тут нужно задуматься, насторожиться, потому что уверенному человеку ничего доказывать никому не нужно. А всем вот этим вот инфо-цыганкам и инфо-цыганям на это и рассчитано. Они сейчас все этим занимаются. Возможно, сейчас такое время. Я не удивлюсь, если в какой-то момент это все еще и на законодательном уровне сделают официальное, разрешение выпишут, и у нас будут одни марафонисты. Надеюсь, этого никогда не произойдет. Вот честно, хочется кричать, особенно от того, что я видел, что творит Макеева. А эта тетя, по-моему, уже вообще улетела, я не знаю куда даже, она где-то в невесомости. Ужасный человек. Ничего святого. А Ксения Бородина, вы все знаете, что огромное количество людей в Инстаграме, публичных, и не только, что-то рекламируют у себя на страничках. Естественно, они на этом зарабатывают. И Ксения Бородина часто какую-то чушь там рекламируют, и пали, и так далее. То есть, она даже не проверяет, ей плевать, кто платит. Ну, с одной стороны, я ее могу понять, но с другой стороны, хочется сказать Ксения, а как же репутация? И тут я сам себе отвечаю на вопрос, Бородина репутация, это же две параллели, они никогда не пересекутся, о чем-то я. Так вот, она рекламирует, значит, загар. Заходим на страничку этого загара, и что там пишут? Это, видимо, тоже какие-то отголоски к волшебству. Загар за один визит снимает отеки от килограмм веса, выравнивает он кожи на 14 дней, тонирует целлюлит. Вы представляете? Я не знаю, что это за загар такой, который минус 5 килограмм делает, даже страшно подумать. Очередной развод. Ну и Ксения Бородина, как всегда, к нам оттуда постучали. Это я про дно, но я оттуда постоянно тарабанят, ей-то все равно, она привыкла. Околотеатральная публика, журналисты и тысячи сочувствующих сегодня обсуждают публичный конфликт между худруком театра имени Ермоловой, Олегом Меншиковым и режиссером Олегом Долиным. Кстати, это тот самый брат Антона Долина, если вы знаете, который про фильмы рассказывает. Долина, режиссер, опубликовал открытое письмо Меншиковым, в котором ни много ни мало обвинил того в воровстве. Речь о спектакле «12-я ночь», который приглашенный режиссер репетировал с лета и уже практически закончил. Премьера намечена на февраль, вот совсем скоро. Меншиков уволил Долина, не заплатил ему за все эти полгода ни копейки и заявил, что завершать постановку будет сам. Выглядит, мягко говоря, все это некрасиво. Ну и вообще, я заметил, что вокруг имени Олега Меншикова что-то происходит, постоянно какие-то скандалы, грязь. Актеры им недовольны, он там что-то творит, какое-то беззаконие. Не знаю, что это за человек. Не сильно я знаком с его творчеством и так далее, но вот судя по тому, что я узнаю каждый раз о нем, как человек он, мягко говоря, непорядочный. Ну а мы с вами знаем, что именно такие всегда и возглавляют все вокруг. Увы и к сожалению. Пишите, комментируйте, какое у вас отношение к Олегу Меншикову. Нравится он вам? Что думаете по поводу всего, что происходит вокруг его имени? Постоянные скандалы. Постоянные. На этом новости из мира шоу-бизнеса закончились, и мы с вами переходим в рубрику хороших, добрых новостей. Детеныша-ленивца впервые показали посетителям немецкого зоопарка. Малыш родился в декабре и стал сюрпризом для сотрудников, поскольку размножение ленивцев в неволе считается почти невозможным. Но вот бывают такие чудеса. Вот, собственно, можете посмотреть, ленивцы, они в Африке ленивцы, отдыхают. Ну, чего правильно, зачем напрягаться, понимаем. А на этом видео вы можете увидеть такого, знаете, заботливого дворника, который чистит снег за одной припаркованной машиной от снега. Ну, вы просто посмотрите, вот это вот я понимаю заботу. Хотя, если честно, я категорически против всех этих машин. Их стало настолько много, что в некоторых городах просто невозможно ходить. Просто все тротуары, все заставлено машинами. Мне иногда кажется, что людям скоро летать придется, потому что машин слишком много становится. Согласны вы со мной, нет? Но дворнику, конечно, зачет. Молодец. Краснокнижный заяц, русак устроил прогулку по Петербургу. В ночной променад животного запечатлели камеры наблюдения. У вас там в Питере, я смотрю, прям весело. Даже краснокнижные зайцы бегают. Кстати, я один раз в своей жизни видел зайца. Причем так неожиданно. Я даже подумал на какой-то момент, что у меня галлюцинации. Хотя, я думаю, вроде ничего не курил. Но это очень странно, что все эти животные в последнее время, заметили, очень много выходят в города, к людям. Мне кажется, это что-то нездоровое. И вот вам, пожалуйста, на площадке детского сада переночевали две лисы. Как вам? Заяц по Питеру бегает, две лисы в Москве или в Подмосковье. Ну, в общем, в городе. На территории детского сада отдыхают. Работники лондонского метро спасли лебедя. Птица оказалась на путях и парализовала работу станции на час. У нее не было сил улететь. На помощь пришли сотрудники метрополитена, которые осторожно подняли истощенного лебедя и передали ветеринарам. Сейчас с лебедем все в порядке. Он под наблюдением заботливых людей. И если с ним будет все в порядке, его снова отпустят в привычную ему среду обитания. Спасатели вызвалили двух человек из снежного заточения в Краснодарском крае. Там двое местных застряли в тепличном комплексе. Мощный снегопад засыпал дороги, а транспорта у бедолаг не было. Люди не могли выбраться целых четыре дня, пока дорогу им не проложили спасатели на снегоходах. Слава богу, они добрались. Все в порядке. Четыре дня. Это, конечно, ужас. Но слава богу, что все хорошо. И вот вам, пожалуйста, жителям Приморья перегородил дорогу тигр. То есть мы уже видели сегодня с вами спящих лис на территории детского сада. Зайца краснокнижного, который бегает по Питеру. А вот вам в Приморье тигры на дороге лежат, чего-то ждут. Ну, достаточно такой упитанный. Что происходит в дикой природе, друзья? Это какой-то знак. Целую спасательную операцию развернули в Ростове, чтобы спасти кота усатый, как всегда, залез на дерево. Ну, и, собственно, не мог выбраться. Местные снять котика не смогли. Пришлось звать спасателя. Отозвался сотрудник МЧС, который был еще в отпуске, но отказать в помощи не смог. Собственно, операция по спасению пушистика прошла успешно. Спасибо человеку этому, сотруднику МЧС. Видите, он был в отпуске, но пошел спасать котика. Вот это вот, я понимаю, человек-герой. А вот это вот история про парня из рана, который, несмотря на то, говорит, вот это вот, я понимаю, сила воли, любовь к жизни, мотивация, а не какие-то мулиновские и так далее. Вот, посмотрите, человек хотел быть прокурщиком, если я правильно говорю, и вот все у него получилось. Без всякой жалости, без ничего. Человек хотел, делал, шел. Смотрите, восторг. 12-летний мальчик заключил контракт с Найк благодаря его таланту. Юный британец рисует с 6 лет, чаще изображает инопланетян и монстров. Работы подростка набрали быстро популярность в интернете и его даже пригласили иллюстрировать детские книги, украшать рисунками больницы. Больше всего мальчик не ожидал сотрудничества с компанией Найк, вы представляете? Теперь он будет работать с дизайнерами компании над рядом проектов, а заодно поощрять 12 лет. Пожалуйста, с такой серьезной компанией. Поздравляю, это очень круто. Вот такие вот они маленькие гении. На этой прекрасной ноте я буду заканчивать сегодняшний выпуск новостей. Я надеюсь, что вы по-прежнему засыпаете сладко и крепко под мой голос, такой немного сиплый. Возможно, я не знаю, как со стороны он слушается. Я даже боюсь послушать сам себя, чтобы не обалдеть. Но, друзья, не переживайте, я тут не умираю, все нормально. Приятное состояние, но бывало и хуже. Прорвемся. Ничего страшного. Отдых, конечно, у меня накрылся медным тазом, но ничего страшного. Вернусь домой, будет чем заняться. Налеплю куклы воды всем, кто отдыхает, и буду втыкать туда иголки. Да я шучу. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью. Всякое бывает, главное не падать духом, и чтобы рядом с вами всегда были хорошие люди, которые всегда вам могут оказать поддержку, помощь и так далее. Иногда, знаете, даже какое-то слово, оно работает лучше любого лекарства. Вот правда. Лечить себя нужно исключительно только медикаментами. Словами не вылечишь. Хотя, может, у кого-то получается сила убеждения, там и все такое. В общем, друзья, огромное всем спасибо за то, что вы приходите ко мне каждый день. Я заметил, что в последнее время почему-то как-то мне стало немножко грустно из-за того, что меньше лайков, просмотров стало. Ну, что это такое? Так не годится, друзья. А ну-ка быстренько давайте собрались. Поставили палец вверх, подписываемся. Давайте подписываемся. Я вас всех очень жду здесь с нетерпением. Я вот сейчас приду в себя окончательно и будет все отлично. Буду вас дальше веселить, поднимать вам настроение. А сейчас поднимите мне боевой дух своими лайками, комментариями и, конечно же, подписками. Это очень важно для поддержки и меня, и моего канала. Все, всем огромное спасибо. Прекрасных выходных впереди. Скорее всего, что меня не ждите ни в субботу, ни в воскресенье, но это еще не точно. Может быть, и будет какой-то неожиданный сюрприз. Знаете, буду лежать-лежать, скучно станет, возьму и что-нибудь запишу вам. Очень жаль, что мне никак не удается выйти на улицу что-то поснимать. Но я надеюсь, что завтра-последавтра уже будет все окей и все-таки я смогу поснимать что-то, показать вам. Очень на это надеюсь. Все, друзья, до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...